Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами вступили в новую недельную главу, в новую книгу и в новый месяц. Годовой цикл Торы завершен. Четыре книги Торы завершены, и мы приключим, при том Дворим, к которому мы сейчас приступили, это только повторение. Если перевести это на, ну скажем, учебный язык, то закончился учебный год, закончился семестр, и теперь вот эта книга Дворим, это только подготовка к тому экзамену, который мы сдадим в Рошашана в Илули, когда нам будет вынесен приговор на Новый год. Этот месяц называется, которым вступили, месяц Аф, но его называют Менахим Аф, утешитель Аф. Мало того, тот, кто называет его просто Аф, делает большую галахическую ошибку. Дело в том, что именно в этом месяце мы ждем утешения за те горести, которые произошли именно в этом месяце гибель первого и второго храма. Пророк Ихескель описывает божественную колесницу, в которой впряжены четыре существа, бык, орел, лев и человек. Иудаизм был первой монотестической религией, и Тора все время предостерегает нас от материализации, визуализации Бога и так далее. Как же тогда понять эти приводимые пророкам образы? Каббала говорит, что эти материальные образы передают смысл духовного. Ну, как притча передает мудрость там под видом житейской ситуации. Так вот, сильный лев, а мы сейчас в месяце льва, символизирует сферу Хесет, доброту. Лев это, как ни странно, доброта, безграничная милость Бога. Созвездие льва связано с месяцем Аф, и, соответственно, Аф должен быть месяцем милости. Но люди обладают огромными возможностями, им дана такая возможность изменять суть многих явлений. Ну, и мы с вами там наделали дело в 9 ала. После этого многое изменилось. Кстати, косвенно это подтверждается тем, что во времена храма самым радостным праздником еврейского календаря было 15 ала. По значимости Талмуд говорит, что это как Йом-Кипур. 15 ала это полнолуние, середина месяца, когда интенсивность действия знака Зодиака абсолютная. И он был днем, всееврейским днем любви. Вот это вот день Валентина тоже сейчас идет, он был у евреев 9, 15 ала. С одной стороны, вот этим месяцем управляет солнцем, а оно излучает тепло, символизует милость и хэссет. С другой стороны, месяц Аф связан с стихией огня, и это гвура, и суровость. Вот это двойственность этого месяца, в котором имеется и пост 9 ала тяжелый, и праздник 5 ала. Книги Сефер и Церас, каббалистическая книга, связывала этот месяц Аф с буквой Тет. И как сам месяц, так и буква имеет двойное значение. С одной стороны, это буква первая в слове Тума, ритуальная нечистота. А слово, с другой стороны, Тет, это Тов, добро. И недаром говорят каббалисты и мудрецы Талмуда, что 9 ала родился Машиах. То есть, что это означает? Что 9 ала, к которому мы подходим, это низшая точка еврейской истории, после которой колесо должно идти вверх. То, что мы добавляем к слову Минахим, Аф, слово утешитель, и даже называемый только Минахим, без добавления Аф, объясняется тем, что сказано в каббале, что после случившегося 9 ала, несчастья, нас ожидают различные утешения. Аф указывает на трагические события, связанные с этим месяцем. Минахим Аф указывает, мы чуть усложняем наш урок, сферу Бина, то есть мы матерь, это сфера матери, а матери свойство утешать. А Аф указывает на хохма, отцу свойство направлять милосердие. Поэтому это очень сильный месяц. Все немножко боятся, и в каббале написано, что в этот месяц действуют очень сильные такие негативные силы. Но вы знаете, негативность этого месяца связана только с тем, если ты неправильно его используешь. Вот, например, солнце. Если ты вышел на солнце, лег и лежишь, то ты сгоришь. А если ты немножечко там полежишь 10 минут, то ты загоришь. То есть сгореть и загореть, это две разных вещи. Вот в этом суть того, что происходит. Вы знаете, месяц Аф он очень такой интересный, если кто знает, в свое время в Испании была мощнейшая еврейская община. И вся она была выслана в один день практически. Это произошло 9-го Ава, всех их подняли и выгнали из страны. Но через несколько лет, именно 9-го Ава, а написано, что Бог никогда не посылает болезнь, не послав перед этим лекарство, была экспедиция Колумба, которая также вышла, она 9-го должна была выйти, вышла 10-го утром, которая была на еврейские деньги, которые конфискованы были королем, эта экспедиция вся была основана. И вы знаете, посмотрите, как интересно. Все это было как раз тогда, когда казалось, что выхода уже нет. А на самом деле Колумба открыла Мерию, в которой родилась потом одна из самых мощных еврейских общин в мире. Раздел Дворим, который мы сейчас начинаем, всегда читают в Шаббат, предшествующий 9-го Ава. Вот эта неделя всегда перед 9-го Ава, день траура по разрушению храма. И вот надо задуматься об одной важной вещи. В этот день мы оплативаем не прошлое, а настоящее. Потому что сказано, что каждому поколению, вне которого не построен храм, засчитывается, как будто оно его разрушило. Таким образом мы с вами, к сожалению, не смогли достигнуть того уровня, когда храм может быть построен. Но у нас еще есть впереди следующий год, этот месяц. Мы должны вот именно над этим подумать. И поверьте мне, Ав, он, Минахим Ав, он утешитель, он хороший, добрый месяц. Надо только в этом месяце не терять себя, надо в этом месяце понимать, что мы готовимся. Сейчас уже кроша шана, мы пошли, уже вышли на финишную прямую. Нам скоро будет вынесен приговор, нам, всем странам, всем абсолютно. И поэтому надо постараться за эти оставшиеся вот короткий промежуток времени внести какой-то вклад. То, чтобы все было хорошо. Брха, брха, брха.